А ну-ка поднимите руки, кто готов к весне. Я-то 100% готова, я даже вон из кадра готова вылезти, чтобы показать, насколько сильно я готова к весне. И хотя, в принципе, в Одессе особо зимы и не было, то есть не было какого-то холода, но я так устала от этой серости и грязи, это просто невероятно. Мне уже так хочется солнышка, какого-то такого подъема настроения, чтобы вставать и прям вот солнце слепило глаза и от этого просыпаться, а не потому что будильник тебя будет, то ты побыстрее думаешь, как бы его заткнуть. Сейчас по календарю весна все больше к нам подкрадывается, и я стараюсь подготовиться не только морально, но и в плане гардероба тоже. И вот недавно, кстати, закончился New York Fashion Week. Я, конечно же, посмотрела, кто там в чем дефилировал и кто в чем появлялся. Мне было очень интересно посмотреть на главные тренды. И, в принципе, что я заметила, это то, что продолжает быть в огромном тренде вот такой вот какой-то микс спортивного стиля с чем-то очень шик. Спортивный стиль набирает оборотов, и он миксуется абсолютно с разными стилями, но вот этот спорт просматривается везде. И после того, как я на это все посмотрела, я залезла на сайт Gipur, и, в принципе, Gipur, я считаю, они быстро подхватывают вот эти вот горячие тренды, и там можно прикупить себе какие-то очень классные такие трендовые штучки, чтобы разбавить свой базовый гардероб, но и в то же время не разоришься, потому что цены там в основном очень доступные. И вот сегодня я как раз-таки хочу поделиться с вами обновками гардероба и своим последним заказом с сайта Gipur. Первое, от чего я пришла просто в щенячий восторг, это вот такой вот полушубок, и, естественно, он сейчас не влезет в кадр, но я вам обязательно все покажу с примеркой. Я заметила огромную тенденцию, практически все появлялись на Fashion Week в каких-то шубах, полушубках, удлиненных шубах. Именно из такого вот синтетического материала я вообще назвала эту шубу, знаете, шубой из плюшевого медведя. Она безумно просто приятная, вот абсолютно все, кто ее видел, в первую очередь прокомментировал то, насколько она мягкая и насколько она приятная. На Западе натуральный мех совершенно не в моде, и все больше и больше звезд переходят на искусственный мех, и вот сейчас вот этот поголовный просто повальный тренд на вот такие вот шубки из плюшевого медведя, они могут быть более длинный там ворс, более короткий, но я когда увидела вот эту вещичку на сайте Гипюр, я просто сразу моментально нажала добавить корзину, потому что это самое главное, что меня там заинтересовало. Причем там есть разные цвета, и там еще есть разные вариации этих шубок, но все они из вот такого вот просто мягчайшего плюша какого-то, ну просто вообще супер. Как я уже сказала, спортивный стиль набирает обороты, и если вот такие вот плюшевые полушубки это немножко не ваша тема, то верхнюю одежду можно заменить чем-то очень спортивным. И я тоже себе выбрала вот такой вот пуховик, он не теплый, то есть это именно весенняя вещь, вот весной будет в нем очень классно и комфортно, зимой, мне кажется, будет в нем немножко холодновато. И вот этот пуховик, это как раз из разряда вот таких вот интересных стильных вещей, которые не выглядят скучно в вашем образе, и они выглядят очень спортивно, и вот подчеркивают вот этот спортивный стиль. Эта куртка мне понравилась в первую очередь тем, что она асимметричная к низу, она очень прикольно смотрится, и в то же время она просто белоснежная. Вот на нее смотришь и аж слепит глаза, настолько она белая. Еще одна вещь, которая у меня вызывает писк и дикую радость, это вот такие вот удлиненные сапоги или ботфорты. Я вообще, для меня это огромная проблема, найти ботфорты, которые на мне будут хорошо сидеть, потому что либо они слишком широкие для меня, либо они короткие, либо еще с ними что-то не так. Но вот найти именно те, которые будут классно сидеть по ноге, для меня это огромная проблема. У меня рост не сказать, что вы прям такой гигантский метр семьдесят пять, но именно вот эти ботфорты на меня сели, просто как будто они на меня были пошиты. Что касается размера, у меня нога тридцать девять с половиной, я иногда беру себе либо тридцать девять, либо сорок, в зависимости от того, как модель сделана. У меня длина стопы двадцать шесть сантиметров, и я посмотрела, что это по их сайту получается сорок первый размер. И вот я заказала эти сапоги в сорок первом размере, и они на меня опять-таки сели очень классно. То есть сороковой, может быть, был бы уже так вот слишком впритык. Ботфорты эти полностью тканевые. Я выбрала вот такой вот серый цвет, и видите, он так вот, как в зависимости от того, как пригладишь ткань, в нем и мелькает вот такой вот темно-серый цвет. То есть, в принципе, мне кажется, их тоже будет очень легко сочетать в одежде. Дальше вы просто увидите, насколько сильно я залипла в разделе платья, потому что я посмотрела, что у меня в гардеробе практически нет каких-то более теплых платьев. Все либо с коротким рукавом, то есть летние варианты, и только какие-то 2-3 скучненьких варианта висит у меня где-то там пылица в уголке шкафа. И вот я просто с голодными, такими жадными глазами напала на вот эту вот категорию теплых платьев весенних. И первое, что я выбрала, это вот такое вот платье, безумно красивого, такого темно-зеленого лесного цвета. Это платье Oversize. Вот эти все варианты Oversize, все варианты спортивные, очень часто мелькали на показах мод, поэтому я решила, почему бы и нет. Вот это платье я, кстати, уже надевала на День Святого Валентина. Мне очень понравилось. Мне вообще безумно комфортно. Ешь в ресторане сколько хочешь, и никто не заметит, что у тебя там где-то живот надуло. Это вам не супер облегающие платья, которые требуют какой-то утяжки. Это наоборот супер комфортный вариант. Вот такой вот просто одел, и вот как-то вот оно на тебя легло, и все. И ты забыл вообще, что на тебе что-то есть. Ты не думаешь, что где-то что-то вот торчит, или где-то что-то еще. Что мне здесь понравилось, здесь отдельно идут у него рукава. То есть изначально вы одеваете на себя вот просто вот саму основу платья, а потом рукава одеваешь так вот, как тебе нравится. Можно их приспустить, можно их наоборот натянуть. Ухватила я еще более такое классическое удлиненное, можно даже сказать, что это Макси платье с длинным рукавом. Оно безумно приятное по ощущениям, вот ощущение у него прям такое вот как бархатное, но при этом это не такой вот, знаете, как дешевый бархат. Мне очень нравится, как оно ощущается к телу, сидит оно тоже прикольно. И казалось бы, оно достаточно все-таки элегантное, но с какими-то, не знаю, ботинками на тракторной подошве, типа гриндера. Мне кажется, оно очень классно сочетается, очень стильно получается. Выглядит его даже можно сверху дополнить какой-то кожаной курткой, например, и тоже это вполне очень даже прикольно будет смотреться. Следующее платье, наверное, самое такое вот классическое из всего, что я вам покажу. Оно не относится к каким-то супертрендам, наверное, то есть я его не могу сказать, что оно какое-то очень трендовое, но оно очень понравилось моему мужу, и я поэтому его и заказала. Главная изюминка этого платья в молнии сзади, она здесь практически по всей спине идет. Опять-таки, размер М я взяла в этом платье, неплохо на мне оно село, можно было бы взять S, тогда бы оно было прям вообще по фигуре, но сейчас я смотрю, вот мода на облегающие вещи в принципе отступает. Сейчас все больше и больше, вот этот вот оверсайз и какие-то мешковатые вещи возвращаются, поэтому я решила, что здесь это даже играет не на руку. Следующее платье, это классика спортивного стиля, я выбрала это платье вот в таком вот суперярком красном оттенке, потому что я посмотрела, что я что-то набрала всю какую-то темноту, поэтому это платье тоже было, по-моему, черное и синее, если я не ошибаюсь, но я подумала, нет, хватит уже черного и синего, я возьму что-то яркое. Тем более я подумала, что с моими темными волосами вот такой вот яркий красный цвет будет выигрышно смотреться. Мне это платье вполне нравится, с белыми кроссовками очень красиво оно смотрится, вот именно такой максимально спортивный стиль. Единственное, что меня смущает в крое этого платья, то, что оно слегка расширяется в бедрах, и конкретно для моей фигуры это немножко не очень выигрышно смотрится, когда я выбирала по фотографии, мне показалось, что оно какое-то более прямое. И последнее, что я вам покажу, это еще одно очередное платье, и опять оно темное. Но вот это, я чувствую, что из этого платья я просто не буду вылазить этой весной, потому что оно очень приятное, оно хорошо на мне село, оно спортивное, оно удобное, и вот для таких вот вещей, как, я не знаю, сгонять на почту, там отправить посылки, или погулять с собакой, или сделать какие-то рутинные дела, типа там пойти в супермаркет за покупками, вот это просто супер вариант, потому что, с одной стороны, тебе очень удобно, ничего не пережимает, нигде, нигде не елозит, вот как, например, там брюки какие-то, или еще что-то, но в то же время, абсолютно спортивная вещь, то есть, без претензий на то, что это какое-то high fashion, и опять-таки, такие платья очень классно сочетаются, как и со спортивными куртками, например, там дутыми какими-то куртками, так и какими-то кожаными куртками, тоже будет очень классно, поэтому вариаций тоже, как его носить, очень много, ну что ж, поделилась я с вами обновками на весну, ссылки на все эти вещи, я вам обязательно оставлю в описании, и в целом, я вам советую все-таки заценить сайт гипюр, если вы еще ни разу там не гуляли, как я уже и сказала, я его в первую очередь люблю за то, что на нем можно найти какие-то ультра-трендовые вещи, причем они там быстро появляются, быстро обновляются коллекции, и можно реально урвать себе там какую-то классную штуку, и еще и довольно бюджетно, обязательно расскажите, какие тренды весны вам нравятся, что вы планируете носить этой весной, также, конечно, подписывайтесь на мой канал, посмотрите еще какие-то мои видео, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и мы с вами увидимся очень скоро в следующих моих видео.